МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы в курсе, что сегодня для вызова полиции не надо никуда звонить? Достаточно запустить специальное мобильное приложение. Его предварительно нужно установить на смартфон. Программа позволяет не только вызывать полицию, но и, например, находить своего участкового. Здравствуйте, я Инга Габеша. И на канале ВКТ время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Как вы уже догадались, говорим мы сегодня об инновационных технологиях, которые стоят на вооружении сочинской полиции, а именно о технических средствах, применяемых в дежурных частях города. Узнаем сегодня и как вызвать полицию с мобильного телефона. Как известно, номера 01, 02, 03, которые всем известны с детства, уходят в прошлое. Итак, как вызвать полицию без стационарного телефона и даже не набирая номер? Об этом нам сегодня расскажет начальник дежурной части УВД по городу Сочи, майор полиции Роман Палария. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Инга. Итак, расскажите нам, каким образом можно сегодня позвонить в полицию? Все давно привыкли к заветным двум цифрам 02, но, как известно, с сотого телефона нужно набирать другой номер. Итак, расскажите, как дозвониться в полицию и как себя вести, если попал в сложную ситуацию, опасную? На сегодняшний день значительно расширены возможности дозвониться на линию 02, горячая линия. Ну, это, например, мобильным приложением через линию 112, где вас оператор соединит с полицией непосредственно, либо через сотового оператора 102. Любой сотовый оператор, он обслуживает данную линию и практически, наверное, вы дозваниваетесь на дежурную часть УВД по городу Сочи. Вот вы упомянули о мобильном приложении. Действительно, стоит сказать, что мир гаджетов и современных технологий существенно упростил многие процедуры. Действительно, известно, что сегодня существует мобильное приложение, при помощи которого буквально в два клика можно вызвать полицию. Расскажите об этом подробнее. На сегодняшний день существует электронное приложение в сети интернет. Это приложение МВД России, скачав которое вы можете спокойно дозвониться буквально одним кликом на телефон горячей линии 02. Сколько обращений уже поступает через это мобильное приложение? Пользуются ли граждане этим нововведением? Вы знаете, на сегодняшний день процесс регистрации, учета сообщения о преступлении и происшествии на горячей линии 02 значительно вырос. В том числе он вырос через приложение 112 и мобильное приложение МВД России. Последний мониторинг мы проводили. Практически 50% обращений у нас это обращение через линию 112, либо мобильное приложение МВД России. То есть все это делалось для удобства граждан, соответственно они этим и пользуются? Да, совершенно правильно. И в продолжении темы интернета, скажите, какие государственные услуги сегодня оказывает полиция и как ими можно воспользоваться с помощью электронного окна? Знаете, на сегодняшний день УВД по городу Сочи предоставляет у нас 7 государственных услуг. Это 5 из которых по линии миграционного контроля УВМ УВД по городу Сочи. Одно ГИБДД УВД по городу Сочи предоставляет. И непосредственно УВД по городу Сочи это выдача предоставления справок в отсутствии судимости, в том числе уголовном преследовании. По линии УВМ вы можете обращаться с вопросами о выдаче паспортов государственного образца, регистрационный учет иностранных граждан, российских граждан, российской федерации и так далее. Значительно облегчена сейчас возможность обращения путем обращения на сайт портала государственных услуг. Где вы можете зарегистрироваться там в течение двух недель вам предоставляет код персональный, вы открываете свой личный кабинет. Ну и соответственно через него вы можете в принципе обращаться в УВД по городу Сочи, ну и вообще в целом на сайт государственных услуг за предоставлением естественно вам определенных ваших требований. В недалеком прошлом, к примеру, чтобы получить номера на автомобиль приходилось много времени простаивать в очереди. Получается это электронное обращение исключает эту потерю времени в ожидании? Практически на 100%. Сейчас очереди практически не наблюдается, потому что режим ожидания за долгожданным документом сокращен до 5 минут. То есть заблаговременно вы можете обратиться через опять же портал государственных услуг, зайти в приложение ГИБДД, задать определенный вопрос, требование, как у вас возникло там желание получения того или иного документа, либо процедуры государственной, обращаетесь, вам предоставляется номер, вы по этому номеру, то бишь определяется в том числе время и место для вас удобное, естественно, получение данного документа. Вы обращаетесь непосредственно уже в отдел ГИБДД, МРЭО, либо это отдел ГИБДД в целом, и получаете свой документ, либо определенную государственную услугу, которая вас интересует. Действительно, все очень удобно. Роман, и давайте подробнее расскажем о механизме получения и замены паспортов. Здесь также можно оставить заявление на портале госуслуг? Также вы можете обратиться через сайт государственных услуг, оставить заявочку. Вам, опять же, через некоторое время предоставится талон с датой и временем обращения. Вы с этим талоном обращаетесь, опять же, по месту жительства, для вас удобный орган внутренних дел, либо непосредственно сам ОВМ, отдел миграционного контроля, и получаете свой документ, в том числе и другие услуги, которые предоставляются в соответствии с государственными услугами. Хорошо, а как же быть со старшим поколением? Как известно, пенсионеры зачастую далеки от интернета. Не думали ли вы проводить мастер-классы среди людей преклонного возраста? Да, есть и такие мероприятия у нас проводятся. Мастер-класс у нас проводится на постоянной основе. Мы выбираем места более удобные для старшего поколения. Это поликлиники, это государственные учреждения, в том числе и социальные заведения, там, где у нас наблюдается большое скопление данного поколения, старшего поколения. Сотрудники полиции выезжают туда, оказывают практическую и методическую помощь в регистрации на сайте государственных услуг, проводят лекционные занятия с ними, объясняют, как более упрощенно обращаться в органы внутренних дел, в том числе и другие органы. Ну, в принципе, по сути дела, мы это проводим на постоянной основе. В том числе вы можете обращаться и к нам непосредственно, и в дежурную часть управления для данной консультации, ну и на сайт государственных услуг через мобильное приложение, компьютерное, ноу-хау и так далее. Ну, интересно ли это нашим пожилым сочницам? Ну, конечно, вызывает, да, вызывает это большой интерес, ажиотаж, потому что это все-таки для них это что-то новое, более интересное, ну и как бы люди интересуются. Или желание учиться. Конечно, да. Здорово. И сегодня еще многие работодатели требуют от потенциальных работников справку об отсутствии судимости. Как и где ее можно получить? Да, на сегодняшний день у нас тоже значительно упрощена данная процедура. Также вы можете зарегистрироваться на сайте портала государственных услуг, обратиться либо через электронное приложение, либо непосредственно в УВД по городу Сочи, улица Советская, 4. Значит, там очереди у нас не наблюдаются, вы можете свободно пройти, подать заявление, предварительно, естественно, согласовав список документов, необходимых собой, иметь нужно будет. И в течение до месяца вы получаете данную справку. Разумеется, это здорово, что полиция идет в ногу со временем, но и заметны ли какие-то преимущества, плюсы в вашей работе в связи с переходом на инновационные технологии? Полиция существует во благо населения и упрощение процедуры обращения граждан, в том числе оказанием помощи, у нас значительную помощь оказывает это электронное обращение в системе интернет. На сегодняшний день, я вам скажу так, что значительную помощь оказывает нам непосредственно это электронное оповещение граждан и полиции в целом. Потому что, например, по линии 112, помимо того, что вы можете дозвониться, к нам поступают электронные карточки о совершенных происшествиях, преступлениях, которые также мониторятся, и на них непосредственно, мгновенно реагирует полиция. То есть достаточно даже ставить электронное оповещение, отреагируем на данное происшествие, на данное обращение в целом. Поэтому обращайтесь к инновационным ноу-хау в системе интернет, поэтому мы будем рады помочь вам всегда. Держанная часть управления всегда работает круглосуточно, это горячий цех системы МВД, поэтому обращайтесь. То есть у нас для этого на сегодняшний день созданы дополнительные линии 02, это многоканальные цифровые телефоны. Дополнительно установлено на каждом телефоне линии 02 6 каналов. Все поступающие звонки у нас поступают на все телефоны одновременно. И режим ожидания до 2 минут. То есть это в случае, если идет насыщенность поступающих звонков, но операторы в любом случае обслуживают все поступающие звонки, они отвечают, перезванивают на абонентский номер, поскольку все номера, абонентские номера у нас фиксируются. Не отработаны до конца, они отрабатываются дополнительно, направляются на ряды, ну и по окончанию процедуры оказания помощи населению мы мониторим и проводим дальнейшую предварительную проверку по каждому факту. Роман, вам огромное спасибо за очень интересную и полезную информацию. И удачи вам в работе. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Напомню, гостем нашей программы сегодня был начальник дежурной части УВД по городу Сочи майор полиции Роман Палария. Будьте в курсе всех событий города Сочи. До встречи в эфире. Продолжение следует...